И вот уже видим классическую остановку Жальгериса. 1-3-1. И в общем пока действительно комфортное такое начало. Плюс 9 после первой четверти. Майк Джеймс остался в игре. Жальгерис играет уже смешанным составом. Раздает Джеймс. Такая диагональная. Те ухов открытый приоткрытый. Выскочил прямо с кольцами. Один из немногих тренеров, который смог из Европы приехать и действительно получить большое уважение, хорошую работу в НБА. Шинг Шингелия вернулся на площадку. Шингелия, Хилерт, Мелутинов. Звездный состав УЦСК. Это сильнейший. Как сейчас этим звездным потенциалом распорядиться. Игра очень простая. Вот играли 5 очков. Определенный хороший отрезок для литовцев. Нужно с этим заканчивать. Зону защиты отборачу внимания поставили литовцы. Тоже использовали тайм-аут по-своему. Смотри, как Держит, Мелутин. Да, не разобрались игроки ЦСКА. Сейчас будет защита мастерства. Сейчас, конечно, будет трех очков. Это возможность есть всегда. Но, тем не менее, это неподготовленная атака. Я бы поставил на то, что он будет искать кого-нибудь из партнеров. А что там думать? Опять зонную защиту играет литовцы. Это 1-3-1. Очень хорошо она была в исполнении Жальгериса. Не попадает филиар, но зато... Подбор, да, и сохранили мяч на последнюю атаку у себя армейцы. Удачный отсколок очень. Ну, 75%. Это Жальгерис получше и чуть побольше бросает. Становится на линии сложного броска ЧМЦСКА. Опять Шенгелия вот здесь вот в лоб будет принимать решение. Ну, вот такая опять мы видим зонную защиту, по-моему. И находит свободного Курбанова Майк Джеймс. Ну, здесь тоже к Джеймсу нет вопросов. Игру проходами под кольцо. И вот уже видим классическую расстановку Жальгериса 1-3-1, которую сейчас предстоит разбивать армейцам. Просмотрим, чем это закончится. Это классическая расстановка Жальгериса? Это характерно для них? Нет, это не классическая расстановка Жальгериса. Это просто классическая. Просто 1-3-1, да, окей. Ну, была... Постановка была такая, но играют они зонную личную защиту. У Григориса была мощная игра. Да, да, 21 он, кстати, забил Химком, 25 забил Вильербану. То есть у него были действительно результативные встречи. Но сегодня, в общем, ЦСКА без нервов-то не обходятся. Два игрока и не проходит передача от Майка Джеймса. Вот.